Всем привет! С вами Ирина Орошкина. И сегодня мы с вами будем шить ламбрикен. Поехали! Очень интересно, из чего мы будем шить этот ламбрикен. Ламбрикен мы сошьем вот из этого остатка ткани. В общем, дело в том, что ко мне пришла моя знакомая и попросила мне, пришей мне, пожалуйста, тесьмо к основной шторине, как в простонародье называют тюль. И из остатка сошей мне, пожалуйста, ламбрикен. Ну что сошьешь из остатка 6-метрового? То есть в длину 6 метров, а в высоту 50 сантиметров. Но она, сама девочка очень умная, и сказала мне, что она хочет. То есть так как я вообще не люблю ламбрикены, она мне показала. Вот посмотрите, что у нас получится. То есть у нас ширина проема, в котором будет висеть эта шторина вместе с ламбрикеном, 3,5 метра. У нас 6 метров наш кусочек. То есть мы просто пришьем вот этот наш кусочек на тесьму, на штурную тесьму, на широкую, и стянем ее на 3,5 метра. Просто нам здесь, снизу, нужно будет сделать вот такую волну. И этот низ обработать косой бейкой. Вот такого шоколадного цвета. Это самое простое, что может быть. Поехали! Первое, что мы делаем, обязательно срезаем кромку. Итак, заканчиваем срезать кромку. Ее выбрасываем. И сейчас нам нужно, так как у нас ушторены уже обработанные края, то есть вот они, видите, очень красиво, уже готовые. То есть когда я ее сшила, я сразу же сшила и только потом обрезала. Так как я знала, что я буду использовать этот кусочек. Итак, мы берем шторную тесьму. Шторную тесьму, она захотела вот такую широкую. У меня уже есть видео мастер-класса, как пришивать шторную тесьму. Но для тех, кто не видел, я покажу еще раз. Вы обязательно проверяете, чтобы с нашей стороны вот эти вот штучки смотрели на нас. Не спутайте, пожалуйста, с этой стороны вы не сможете одеть крючки. Итак, берем тесьму и прикладываем. Дело в том, что у нас очень сильно просвечивает вот эта органза. И мы, для того, чтобы чуть-чуть скрыть нашу тесьму, хотя она тоже прозрачная, мы полностью во всю длину ее пришьем. То есть вы вот эти края должны совместить. Ну, если вам не принципиально, чтобы она не просвечивала, вы можете не совмещать, можно сделать покороче. Самое главное всегда ориентироваться на вот эти вот строчечки. То есть они обязательно везде есть. И полностью по всей длине вы накалываете шторную тесьму. То есть вы накалываете на лицевую сторону. На ту часть, которая будет смотреть на нас. Потом, то есть мы вот так вывернем. И наша тесьма, ну, вот она под двумя слоями органзы. Ее будет не очень видно. Тем более будет еще небольшая сборочка, один к двум практически. В конечном результате я вам покажу, как это будет смотреться. Сейчас я прикину к себе и покажу, как это будет смотреться. Самое главное сейчас вот то, что мы пришиваем тесьму. То есть до самого конца нашего кусочка вы прикалываете. После того, как вы прикололи шторную тесьму к самой шторине. К шторине! Еще раз повторяю. Кто-то там смеялся в комментариях. Мой канал не для профессионалов. Итак. Мы начинаем шить вот именно вот в эту строчечку. Вот прям на миллиметр. Буквально вот от этой верхней. К линии. Вот так. Опускаем иголочку. Делаем закрепку. И начинаем шить. Поехали. Что мы делаем дальше? Когда мы полностью пришили одной строчкой. То есть вот сюда мы сделали здесь строчечку. Следующее, что мы делаем. Я уже говорила тоже об этом. 5-6 сантиметров мы загибаем. Это для того, чтобы у нас сбоку не торчало вот это вот. Это будет некрасиво. Здесь сделаем даже чуточку поменьше. То есть вот сантиметра 4 я подгибаю. Вот так вот делаем. Скалываем. Закалываем булавочками. Таким образом. Смотрите, чтобы внутри все было очень ровненько и красиво. То есть вот так вот. Чтобы нигде ничего не тянуло. Что ж такое? И сейчас мы загибаем нашу тесьму следующим образом. Точно так же внутри, так как у нас просвечивает органза. Все выравниваем. И снова закалываем булавками. Точно так же. Вот посмотрите. Нужно ровненько вот так раскладывать на столе. И все до самого конца приколоть булавочками. Если кому-то будет удобнее наметать, то, конечно, наметывайте. Ну и вообще, конечно, если вы делаете это впервые, то обязательно нужно наметать. Потому что, когда вы начнете пришивать, делать вот здесь строчечку, у вас может перекосить все. Поэтому уж лучше скалите все. или сметайте. После того, как мы пришили полностью шторную тесьму, вот она, вот наш ламбрикенчик. Вот посмотрите, если тесьма такая широкая, то обязательно нужно сделать еще две дополнительные между этой строчкой. Или нужно еще сделать две строчки, чтобы, когда вот тесьма будет стянута, чтобы прилегала очень плотно шторинка и красиво выкладывалась вот так тесьма. Ну, то есть стяжка была, чтобы красивая, равномерная, чтобы здесь не торчало ничего. Что мы делаем дальше? Для того, чтобы... Сейчас нам нужно будет раскроить нашу волну, которая будет у нас. Мы сворачиваем ткань, ну, вот эту вот полоску нашу, сворачиваем напополам. То есть перегибаем. И скалываем. Вот так. То есть мы согнули ее пополам. И еще раз. И еще раз складываем ее пополам. Вот таким образом. И еще раз. Скалываем. Между собой. Чтобы она уложилась вот так у вас на стол. Конечно, лучше делать это на огромном столе или на полу. Вот что у нас должно получиться. Посмотрите, пожалуйста, вот. Вот здесь вот. Вот на этих местах. Не только на уровне тесьмы. Ну и вот здесь нужно все очень ровненько расправить. И скалывать. Как можно больше скалывайте, чтобы... Вот прям подряд. Через небольшое расстояние. через сантиметров двадцать. Проверяем. Все. Везде было все ровненько. Так. Видно или нет? Сейчас вот так. Сейчас у нас такая картина. Нам нужно нарисовать волну на нашей ткани. Самая длинная часть ламбрекена у нас будет 40 сантиметров. Вот получается. То есть у нас внизу будет косая бейка. Обработана косой бейкой вот такого цвета шоколадного. И так, после того, как у нас все сколото, так, вот здесь тоже краешку нужно обязательно выровнять. Вот так. и сколоть. Я еще раз говорю, скалывайте почаще, чтобы ничто никуда не съехало. И так, после того, как у нас свернуто, вот посмотрите, видите, вот это наши края, боковые швы. То есть мы один раз один раз свернули, получается, вот если на сантиметре показать, на сантиметровой ленте. Один раз свернули. И второй раз мы свернули. И сейчас вот в таком положении у нас наш ламбрекен. Что вы делаете? Что мы делаем дальше? Самая длинная часть нашего ламбрекена будет ну вот 41 сантиметр. А самая короткая у нас будет 25 сантиметров. Вот кому как нравится, кто хочет, может 20 сантиметров сделать. Кто хочет 25? Ну, я думаю, что вот в нашем случае уместно будет 25 сантиметров. Самая короткая длина нашего ламбрекена. Сейчас мы мерим вот эту часть. Так, 143 мы делим пополам. то есть у кого туго с математикой он может вот так вот сантиметровую ленту сделать 143 и вот здесь отметить ровно половину. мы не боимся рисуем. Берем вот от этой линии опускаем перпендикуляр вниз. рисуем. Попал сантиметр, ничего страшного. Отмечаем здесь 25 сантиметров по этому перпендикуляру. И сейчас приблизительно вот вот от этих 25 сантиметров вот так вот прокладываем такую штриховую линию. Конечно, у людей, которые занимаются этим, есть различные лекала, которые они могут нарисовать. Но если вы сегодня решили, что вы хотите это сделать, именно такой ламбрекен, естественно, у вас нет для этого никаких приспособлений. Вы делаете это следующим образом. Точно так же там от самой выступающей точки здесь вы делаете вот такую штриховочную линию. И вот что у нас получается. У нас получается такой как будто бы вот уголочек вот сюда и вот сюда. Сейчас нам просто нужно вот приблизительно от этого перпендикулярно перпендикуляра ну вот сантиметров так 10-15 мы должны сделать эту линию более плавной. То есть вот таким образом ее прорисовать. Очень, конечно, скользит. Вот так прорисовываем. просто слегка сглаживаем вот эти линии. То есть мы делаем вот по этой линии по этой отметочке вернее которую мы где мы сделали отметочку вот вот так вот и с этой стороны точно так же сходим на нет вот немножечко чтобы было более плавно вот так и здесь точно такая же линия. Вот она ровно не рисуется не намеляется то есть ну в общем технологию вы я надеюсь все поняли то есть вот что получается то есть у нас должна получиться вот такая линия когда мы развернем все полностью у нас абсолютно синхронно будут волны и так приступаем к срезу вот эту часть все срезаем выживаем здесь плавно и с этой стороны точно так же вы можете не заканчивать стричь там вы можете до конца до стричь если вам так удобно я просто делаю это так чтобы было видно то есть очень аккуратненько вы заканчиваете вот на этом месте это мы выбрасываем это нам не нужно все сейчас мы убираем все наши булавки полностью освобождаем нашу ткань от булавок так мы освободили нашу ткань от булавочек так внутри тоже мы скалывали скалывайте обязательно внутри когда первый раз сгибаете и вот что у нас получается вот сейчас я вам покажу то есть вот получается плавная волна сейчас я вам покажу чуть-чуть с краю то есть когда мы пришьем ленту снизу мы с вами стянем и получится вот такой симпатичненький ламбрикенчик сейчас приступим к пришиванию притачиванию нашей косой бейки так вот мы берем нашу косую бейку и вот так вот мы сейчас ее притачаем то есть мы окантуем косой бейкой у меня также есть видео как пришить косую бейку то есть мы сейчас берем и сначала мы с лицевой стороны делаем строчечку отгибаем вот эту часть и втачиваю притачиваем косую бейку вот по этой по этому сгибу то есть наша строчка должна идти по сгибу вы сначала делаете одну строчку полностью а затем когда вы приточаете нужно будет обогнуть вот так и уже сверху сделать строчку обязательно на любых на любых шторах на любой тюле хоть где когда вы пришиваете косую бейку ни в коем случае не делайте вот так вот одним швом потому что у вас обязательно она вот так сползет если вы пришьете ее приточаете правильно ну то есть двумя строчками только тогда она будет очень хорошо держаться красиво и ровно приступаем вот посмотрите вот таким образом мы сначала делаем первую строчку и самое главное не растягивайте косую бейку ни в коем случае вы можете немножечко подрастянуть так как она покосует нашу шторку но ни в коем случае не косую бейку потому что если вы ее натянете то ее будет стягивать и будет очень красиво а если немного растянется наш ламбрикен то он будет от этого только красивее смотреться и так я пришила косую бейку по низу и посмотрите вот здесь вам нужно будет когда вы обогнете косой бейкой нашу ткань низ нашего изделия вам нужно будет строчку сделать именно на косой бейке берете ниточки в тон бейки и прям сверху делаете строчку на миллиметр вот от этого шва для того чтобы было очень прочно то есть вот таким образом для того чтобы она у вас никогда не разошлась итак последнее что мы делаем у нас 6 метров наш кусочек ткани нам нужно его стянуть на 3,5 метра когда вы стягиваете тесьму вам нужно держаться равномерно вам нужно держаться равномерно держать все 4 ниточки и стягивать нам нужно стянуть на 3,5 метра и обязательно чтобы было все равномерно то есть вот таким образом вы стягиваете это самый элементарный ламбрикен который может быть так как моя знакомая хочет именно это но больше в принципе ничего не сделаешь так как метраж очень маленький и нужно учесть что это не поутюжено еще когда поутюжится будет более ровно это тоже чему я хотела вас научить сегодня подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до встречи пока пока пока